Приветствую зрителей на канале. И сегодня передача о реновации новостройки Москвы. И сегодня мы посмотрим, какие дома попали в реновацию вот в этом басманном районе центрального округа Москвы. Здесь улица Госпитальный вал. По той стороне находится граница двух не только районов, но и округов. По той стороне находится у нас район Дефортово, юго-восточный округ, ну а здесь, соответственно, район Басманный. Так вот, в Басманном районе всего в реновацию попало 26 жилых домов, до 5 этажей. Ну, от 2 до 5, да? А до 6, скажем так, до 6 этажей, если быть более точным. На самом деле совсем не так много, да? Ну, может, не совсем мало, но все-таки не так много. Вот, и, конечно, большинство домов в этом районе в реновацию не попало. До 6 этажей. Ну, объяснять причин, наверное, не нужно, потому что район престижный, примыкающий к центру города. И, конечно же, не очень-то люди хотят отсюда уезжать. Ну, и кроме того, из этих 26 домов около половины попало под реконструкцию, а не под снос. Вот. Ну, и давайте начнем знакомиться с этими домами. И вот, начнем с улицы Госпитальный вал. И, да, и, кстати, все дома тут самкирпичные, конечно же. Но есть все-таки 4 панельных дома и 1 блочный, из тех, которые попали в реновацию. И вот 1 блочный дом, как раз вот этот дом. Наверное, с него и начнем, собственно говоря. Вот это у нас дом номер 3. Блочный дом, 5-этажка блочная, 360-го года постройки. Вот прям выходит непосредственно на улице Госпитальный вал. Дом номер 3. Вот. А вот это уже кирпичный дом, 3 корпуса, 1. Вот. Построенный чуть попозже, в 1964 году. Вот. Пятиэтажка. Ну, тоже такая, в принципе, стандартная. Чуть попозже построили еще вот этот блочный дом. Вот. У нас, конечно, даже и на этой улице Госпитальный вал не все дома попали. В реновацию, в том числе, пятиэтажный. Вот. И. В частности, вот. Например, этот дом, 5, корпус 11. Он, допустим, в реновацию не попал. Допустим, кирпичный дом. Ну, понятно, это современный дом, это естественно. Да, вот. Еще посмотрим. Дом номер 3. Блочный. 360-го года постройки. Вот со стороны двора. Да, и сейчас еще вот этот 3, корпус 1. Посмотрим тоже со стороны двора. Вот этот двор такой. Ну, конечно, этот дом, он явно уменьшил пространство жизненное между домами, которые здесь находились. Но все-таки, даже до сих пор еще как-то пространство хоть какое-то сохраняется. Вот здесь между домами. Ну, конечно, стало намного меньше. Вот следующий дом, который попал в реновацию, это вот этот дом. Но он уже намного более старый. Дом номер 5, корпус 10. Вот, он тоже выходит непосредственно на проверку часть. Этот дом построен в стиле конструктивизма в 1933 году. Вот этот дом. 5, корпус 10. Ведь такой довольно интересный, розовенький, но он немножко падает там с карнизами. А вот этот вот дом 5, корпус 11, я уже сказал, он в реновацию не попал, потому что пятиэтажный. Зато попал вот тот дом, следующий дом, 5, корпус 13, он четырехэтажный. Вот он попал в реновацию. Ну, не знаю, как все это вообще будет выглядеть. Да, кстати, вот посмотрите, там дом номер 3 еще раз. Тут уже не так хорошо видно, но все-таки. Вот. Еще раз смотрим на дом 5, корпус 10, вот этот розовенький дом. Ну, состояние, конечно, видно не очень хорошее, вот эти балконы. Вообще фасады, конечно, видно, что отваливаются. Вот, разные части. Ну, дальше там уж современные дома, собственно говоря. Тут не пройдешь. А вот там вот дом 5, корпус 13. Чуть-чуть сейчас поближе посмотрим. Вот. Еще раз повторю, вот этот 5, корпус 11, он в реновацию не попал. Только тот дом 5, корпус 11. Ну, это целый, в общем-то, городок. Вот этих домов из 5 этажей, 5, 4, 5 этажей 30-х годов постройки. Итак, вот он, дом 5, корпус 13, который попал в реновацию. Причем под снос. Эти дома попали под снос. Вот, 4-х этажный дом. Дом, 1650-го года постройки. Несколько позже он был построен, чем вот дом, допустим, вот, 5, корпус 10. Вот он, пожалуйста, дом 5, корпус 13-й. 1650-го года постройки. Вот, а вот тот, допустим, дом, по-моему, 5, корпус 5 тоже. За ним вот находится такой же, в принципе. Но в реновацию не попал. Еще вон там тоже дом, тоже 4-х этажный, тоже не попал в реновацию. Так что, видите, тут только, получается, 4 дома попали вот в этом таком небольшом квартальчике. Остальные нет. Но, опять же, это не значит, что их 100% не будут сносить. Вполне могут, тем более по новому закону о комплексном развитии территории решаться. Потому что, конечно, здесь пространства не очень много. И застройщику, как обычно, пространству нужно. Разгуляться тут особо негде. Ну, вот этот дом, по-моему, 5, корпус 5 тоже не попал в реновацию. Вот этот тоже, видите, уголковые дома, они в реновацию не попали. Вот эти два дома. Только вот этот вот. Вот этот дом. 5, корпус 13. Ну, это вот дом 5, корпус 10 уже со стороны проезжей части. Вот это вот улица Госпитальный вал. Видите, какой довольно симпатичный, необычный дом такой. Вот. Типа подъезд такая, пристройка, что ли, к нему небольшая тут идет. Вот здесь, наверное. Ну, так вот тоже попал в реновацию. Я, кстати, не сказал, что дома здесь будут сносить. Не сразу все вместе. Которые попали в реновацию постепенно. В течение 10 лет примерно. Вот. Ну, и вот те дома, которые мы только что видели на улице Госпитальный вал. Их почти все снесут в первую очередь. То есть, вот дома вот этот розовый, который 5, корпус 10. А также дом 3 и 3, корпус 1. Их снесут в ближайшие годы, то есть до 2024 года. Они попали в первую очередь сноса. И только один дом, 5, корпус 13. Пам попал во вторую очередь сноса. То есть, с 2025 по 2028 годы. Ну, а сейчас мы находимся на Госпитальном переулке. Вот. Перешли мы реку Яузу. И оказались в Госпитальном переулке. Здесь в реновацию попал один в жилой дом. Вот. По, наверное, 4 А, строение 1. Вот он в глубине квартала. О, показался уже. Дом в силе конструктивизма. Он шестиэтажный. Шестиэтажный. И, по сути, он выходит на Кондрашовский тупик, который вот здесь как раз проходит. Ну, такой неприметный. Вообще мало кто знает даже о его существовании. Здесь как раз госпитальный переулок. А вот здесь вот идет Кондрашовский тупик. Туда дальше. Вот. Ну, и по нему, собственно, никаких строений не числится. Ну, и этот вот дом жилой. Этот в стиле конструктивизма тоже относится к госпитальному переулку. Вот. Ну, видите, дом шестиэтажный. Вот. И построен он был, так же, как, в принципе, и многие другие дома в стиле конструктивизма, в 1332 году. Вот. И, ну, вот, вот дом как раз. Вот. Видите, шестиэтажный такой в виде скобы он сделан. Ну, и поскольку он представляет, конечно, определенную... Вот он как раз, Кондрашовский тупик здесь проходит. Сейчас ее в снегу, вообще не видно. А так как раз вот около этого дома проходит Кондрашовский тупик. Ну, и вот этот дом. Видите, в виде скобы такой. Ну, вот. И этот дом попал в реконструкцию. Ну, по крайней мере, пока. То есть не под снос, а под реконструкцию. Ну, вот он как раз со стороны двора. Это двор этого дома. И вот здесь как раз отпетляет такой Кондрашовский тупик. Рядом с детским садом. Вот это дом 4А, строение 1. По госпитальному переулку он попал как раз в реновацию, но под реконструкцию. По крайней мере, пока. Вот такой красивенький домик. А рядом это здесь все. Общежитие. Вот и корпуса МВТУ Небаумана. Высшего технического университета. Раньше училища Небаумана. Ну, вот за спорткомплексом МВТУ Небаумана. Вот этого университета технического. Вон идет строительство нового жилого комплекса. На месте галстучной фабрики. Вот, на улице Новая Дорога. Тоже здесь вот фактически. Тоже почти на берегу реки Яуза. Вот. И, ну, фабрика, она уже давно не работала. Вот, там больше степени аренда была, конечно. И где-то вот, ну, наверное, года два-три назад все строения этой бывшей галстучной фабрики их снесли. И стали строить вот тот жилой комплекс. Он Бауман называется. Вот. И видите, уже там вовсю растут новые-новые корпуса. Так что вот еще один жилой комплекс новый строят вот на берегу Яуза. Ну, а мы сворачиваем в Рубцов переулок, который как раз выходит вот на Рубцовскую набережную Риги Яузы. Вот она перед нами. И посмотрим здесь один живой дом. Собственно, вот он перед нами как раз. Пятиэтажка кирпичная, которая попала в реновацию. Но это подснулся же. Вот он, небольшой Рубцов переулок, который соединяет вот эту Рубцовскую набережную и большую почтовую улицу. И вот этот дом пятиэтажный. 16 строений один, корпус один. Ну, по-моему, все-таки строение один, более правильно. Вот. Который был построен в 1361 году. Ну, вот такой, видите, довольно короткий дом. И вот он попал, единственный здесь, в реновацию. Вот. Ну, надо сказать, что большинство домов попало в этом районе во вторую очередь с Нолса. Вот. То есть с 25-го по 28-й. Ну, ряд домов попали в первую очередь с Нолса. Может, там одна пятая часть примерно. Ну, а совсем немного, уже третья очередь с Нолса. Там, может, 3-4 дома всего. Вот. Которые уже в начале 30-х годов. В 20-30-е годы. И, кстати, вот смотрите, здесь вот идет тоже строительство общежития. Вот. Обратите внимание, довольно редкое явление. Там три общежития строятся. Как раз МВТУ Мнебалмана. Ну, это как раз один из корпусов МВТУ Мнебалмана. И вот общежития строятся 16-этажные. Как раз здесь вот строительство комплекса общежития. И реконструкция существующих зданий, да. По Рубцовской набережной. Вот. Два дробь восемнадцать. Ну, восемнадцать это по вот этому Рубцову переулку. Ну, и вот смотрите, где вы еще увидите, чтобы общежития новые строились. А вот он вот и, по-моему, строит. Новые общежития. Эти потребности есть. И вот он дом. Штенадцатого строения один, который попал в реновацию. Пасмонос. А здесь вот. Османном районе. Можно сказать, почти на берегу реки Яуза. Вот. Сейчас. С другой стороны посмотрим. Вот. Со стороны двора. Ну, вот. Как это выглядит со стороны двора. Ну, вот они общежития. Эти один за другим стоят. Вот так. Продолжаем мы идти по Рубцову переулку. Звонят колокола церкви Святой Великомученицы Ирины, которая находится на улице Фридриха Энгельса. Там чуть подальше. Бывшая Ирининская улица. И еще эта церковь называют Святой Труица. Второе название. И вот этот дом по Рубцову переулку, еще одна пятиэтажка, она в реновацию не попала, между прочим. Вот. То есть, только вот одна вот та, которая 16 строений 1. А вот эта, которая по сути, тогда же была построена, может, чуть пораньше. Вот. Которая у нас имеет номер 14, она 4 вернее, она в реновацию не попала. А мы сворачиваем в Чижихинский проезд. Вот он как раз отходит от этого Рубцова переулки. По сути, он является не проездом, а тупиком. И в нем, собственно, находится единственный жилой дом. Вот он, пятиэтажка. Вот. По сути, 4 строения 1, которая как раз и попала в реновацию. Проценивался, конечно же. Вот. 4 строения 1. Этот дом был построен в 1958 году. Ну, в общем, кирпичная пятиэтажка, довольно-таки стандартная, серенькая. Видите, с трубой, очевидно, раньше отапливался. Так, сейчас сюда лучше. Вот здесь будет получше видно. Ну, вот этот дом. Пожалуйста. Единственный по Чижихинскому проезду, по-моему, числится. Там еще вроде какая-то кафедра числится по этому проезду от этого МБТУ Небаумана. Ну, кстати, вот видите, новенькое общежитие уже. Хорошо тут видно. Фактически уже построили. Вот. А вот старые еще корпуса. Ну, три общежития. И вот этот дом как раз будут сносить. Во вторую очередь, снос он тоже попал. То есть, 25-28 годы. Так, ну, а теперь мы переходим на другую сторону Рудцова переулка в Буденновский поселок. Это такой жилой комплекс, так называется, Буденновский поселок. Видите, вот эти дома в серии конструктивизма. Они все числятся по Большой почтовой улице. Вот он, видите. И там еще в глубине он такой большой поселок. Вот здесь между Рудцовым переулком. Вот Большой почтовой улицей как раз. Вот там примерно 15 зданий, 15 жилых домов, 15 корпусов. Вот. Но из них только всего три жилых дома. Они попали в реновацию. Вот. Из всех вот, которые есть. Да, и то под реконструкцию. Ну, и поселок этот был построен во второй половине 20-х годов. Ну, где-то до 30-го года. Один из более чем двух десятков конструктивистских поселков, кварталов, которые были построены в Москве тогда вот в конце 20-х, в начале 30-х годов прошлого века. Вот. И вот этот дом первым в реновацию не попал. Вообще не попал. То есть даже не под снос, не под реконструкцию. Но я так понимаю, что этот поселок его хотят сохранить, а не разрушать. Вот как раз Большая почтовая улица. Вот это. Туда дальше Фридриха Энгельса. Вот. Первый, второй, третий Ренинские переулки там дальше идут, которые соединяют вот эту Большую почтовую и улицы Фридриха Энгельса. Ну, а мы сейчас углубьемся вот в этот вот собственно поселок. Вот. Буденовский. Ну, очевидно, названный в честь военачальника Семена Буденова. Вот, вот он перед нами Рубцов переулок. Видите, он небольшой совсем, ну, тут как и многие другие переулки, собственно, в Османном районе, вообще в центре города. Вот этот дом, еще раз напоминаю, он в реновацию не попал, дом четвертый. Ну, на всякий случай посмотрим, потому что по идее, в принципе, конечно, его могут тоже снести по закону о комплексном развитии территории. Ну, а что же попало здесь, вот, какие дома попали в программу реновации в этом вот Буденовском поселке. Как я уже сказал, попало здесь всего три дома. В общем-то. И ведь они тут очень многие дома, такое, как и многие другие дома тоже в стиле конструктивизма построены тогда же. Они имеют такую довольно причудливую форму. Ну, во-первых, вид, форма, видите, в каком у него вверхсостоянии находится. Они все кирпичные. Но состояние их, конечно, часто довольно такое удручающее. Поэтому, естественно, они требуют реконструкции. И почему, собственно говоря, именно только три дома попали в реконструкцию, это вообще, говоря, несколько странно. Потому что, по идее, тут, по-моему, все дома нуждаются в реконструкции. Ну, не знаю, может, уже до этого что-то отремонтировали. Вот такой корпус, вроде, ничего смотрится. Вот. И вот эти все корпуса, они здесь вот, соответственно, имеют один и тот же номер. Номер 18 по Большой почтовой улице. А дальше корпуса там 5, 6, там 10 и так далее. Вот такая система. и как бы многие корпуса имеют вид такой кощерги. То есть, вот так вот, потом так вот, потом так вот. И вот первый дом, который как раз попал под реконструкцию, это вот этот дом, собственно, дом 18, корпус 10. Так, поэтому корпус 11 вернее, не 10, а 11. Вот. 18, корпус 11. Вот этот дом как раз попал под реконструкцию. Ну, видите, это как раз большая почтовая. Дом 18, дробь 20. Корпус 11. Этот дом как раз попал под реконструкцию. Да, ну и один из фасадов как раз выходит на вот эту проезжую часть вот этой улицы. А дальше он туда в былую квартал идет. И вот так вот многие дома, часть выходит непосредственно на проезжую часть, а часть вот они туда в глубину уходят. Новый бизнес-центр. итак, номер 18, корпус 11. Это один первый дом. Под этот дом он не попал. Собственно, реконструкцию. Это корпус 12. Вот. Соответственно, нам нужен дом 18, корпус 10. Вот это еще раз мы 18 корпус 11. И 18 корпус 10 еще попал. Тоже под реконструкцию. Он вот за этим домом находится, который корпус 12. Чуть глубине туда. Он не выходит на проезжую часть, а чуть глубине. Ну и запутаться, конечно, здесь довольно легко в этих корпусах. если, в принципе, не знать точно, где находится дом, не иметь какого-то навигатора, подробные карты, то запутаться здесь в общем довольно легко. Потому что дома, в принципе, в общем-то похожи друг на друга. вот он, корпус 10 дом. Вот этот дом тоже попал в реновацию. Вот этот дом 18, корпус 10. Вот видите, такая форма почерги. То есть, так вот идет раз, потом раз, и вот так вот уголок. Уголок, как бы, такой центральной части, и, соответственно, вот еще один уголок, только уже в другую сторону направленный. Вот такая ситуация. Вот этот тоже такой довольно нарядный домик. Корпус 10 тоже попал в реновацию. Вот. Ну и осталось нам посмотреть еще один дом. Вот такой интересный. Сейчас объясню, почему. Вот этот, сейчас я хочу уточнить. Да, это у нас корпус. Так, все-таки неплохо видно, конечно. Все это пишет. Нет, это, кстати, корпус 15, то есть, он не попал в реновацию. Это я что-то, это я неправильно сказал. Нет. Значит, нас интересует корпус 10. Это следующий корпус, значит. А еще раз смотрим корпус 11. И вот у нас корпус это 15-й не попал, но вполне возможно, что его уже реконструировали. Ну, а вот, соответственно, у нас и корпус 10. Вот корпус 10-й. Ну, и там, вот видите, тоже ряд домов, ну, вот те, как разнорубцов переулок выходят, другие, они тут тоже пока в реновацию не попали под реконструкцию. То есть, вот это вот корпус 10-й. Немножко они так вот по-разному разрисованы. Вот это такой домик. Цвета морской волны, как бы, да, получается. Зеленоватенький такой. Вот он как раз тоже попал. Программа реновации. Вот еще смотрим. 18, корпус 10. 18, корпус 10. Вот эти дома, кстати, они тоже попали, вот которые в Будемовском поселке, в основном попали во вторую очередь. Но вот этот дом, который корпус 11-й, вот затем, да, мы видели, он уже в третью очередь попал, то есть, это через 10 лет его будут реконструировать. Ну а вот этот дом, да, который корпус 10, вот этот вот. Ну и сейчас еще один увидим, который вот корпус 9, вот они попали, вот он, еще раз. Так. Вот он, да, такой тоже большой двор, тоже такой самый, все дом довольно длинный. Ну вот этот дом, он попал вместе еще с одним домом 18, корпус 9-я, вот они попали во вторую очередь сноса, то есть, с 25-го по 28-му год. Ну и теперь осталось нам посмотреть последний дом, 18, корпус 9-я. Ну, собственно, сейчас посмотрим. Да, ну вот, смотрим еще раз. Вот этот чуть поближе 18, корпус 11. А теперь обращаю внимание, вот смотрите, вот это 18 корпус 7, а вот этот вот как бы такой вот участочек, да, это как бы отдельно считается корпус, да, 9-я. И, что интересно, под реконструкцию попал только вот этот вот небольшой участок, да, вот этот пространство, маленький такой, как бы, да, ну, практически квадрат, да, пятиэтажный. Да, кстати, дома, видите, они пятиэтажные. Вот такой квадратик, то есть, вот только вот эта как бы серединная часть, вот этих, которые соединяют два корпуса, вот этот корпус и тот корпус. И вот только вот эта часть, она попала вот в реновацию под реконструкцию. Ну, как это все будет выглядеть, я так понимаю, что это по воле жителей, то есть, эти корпуса не захотели реноваться, а вот этот вот корпус 9-я он захотел, ну вот, значит, он и попал. Ну, как это все будет выглядеть практически, я, я, конечно, не очень понимаю. То есть эти корпуса как бы оставят, да, вот эту вот только серединную часть. Причем этот корпус был построен в 55-м году, что интересно. Ну, не знаю, как все это будет в итоге выглядеть, но пока ситуация именно такая. Вот как это выглядит со стороны двора. То есть это, как правильно, 9-й корпус, вот это 9А. Ну, судя по всему, и вот, по идее, только вот это попало в реконструкцию. Ну, судя по всему, просто вот этот вот, как бы, часть, да, 9А, как бы, строение 9А, корпус 9А, а строение 9А. Ее, как бы, скорее всего, пристроили потом уже, вот в 55-м году. То есть был вот этот корпус, который построили еще, ну, в конце 20-х годов. И потом к нему вот эту вот часть пристроили в 55-м году. И вот эта часть, она и попала как раз вот в реконструкцию. Ну, в общем, конечно, такая интересная ситуация. И как это все будет вообще практически выглядеть, я не очень себе представляю. Ну, вот еще раз смотрим, дома, но вот эти уже дома, они не попали. Ни под реконструкцию, ни под снос, никак. Ну, по крайней мере, пока. Но это все, как бы, понимаете, по цене бумаги. А как это будет выглядеть на практике, конечно, сказать пока сложно. Ну, а по другую сторону, Большая почтовая улица. Ну, здесь раньше были заводы, фабрики. Вот находится вот этот вот дом, это общежитие, которое находится на углу с улицы Фридриха Энгельса. Он сейчас машину повернул, а это как раз на улице Фридриха Энгельса. Которая здесь как раз заканчивается. Она выходит на вот как раз Большую почтовую. И вот видите, вот это пятиэтажное кирпичное здание. Это общежитие, ну, бывшее, наверное, скорее всего, уже общежитие Бауманского ремонта строительного треста. Вот такой вот он углу фактически находится, но числится по Большой почтовой улице 51-53. Вот такой у него адрес. Вот, и построен был общежитие, это в 357 году. Вот, и должны его снести до 24-го года, то есть в первую очередь с носа. Общежитие, оно уголковое такое, видите, уголок. И фактически туда двор его выходит на улице Фридриха Энгельса. Ну, а, собственно, такой лицевой фасад здесь вот. Другой стороной выходит как раз вот на вот эту Большую почтовую улицу. Это институт науштетский. Вот, ну, и вот это вот общежитие. Ну, скорее всего, это просто уже сейчас так. Ну, общежитие, но оно уже, естественно, никакому Бауманскому ресту не принадлежит. Вот, просто люди там живут, наверное, можете, те, кто работал, еще остались. Ну, а так, может, и мигранты, кто живет, не знаю. В общем, пока вот такая ситуация. И вот это здание, оно попало. Ну, конечно же, под снос. Здесь не присмотрена реконструкция. Ну, вот это вот большая почтовая улица у нас. А это улица Фридриха Энгельса здесь заканчивается. Ну, она такая, немножко как тоже уголок, а потом туда идет. Вот, более прямо. И вот это вот здание, оно как раз, видите, в каком состоянии находится, ведь угол облетел весь штукатурка. Вот так вот. Конечно, состояние плачевное. Ну, карниз такой довольно красивый, многоступенчатый даже, можно сказать. Ну, вон там он все облетел, вот краска кирпича, обнажился. А что вот так вот. Ну, и в самом конце, вот, Большой почтовой улицы, вот здесь вот находится вот этот панельный дом уже, 6167 по Большой почтовой, который, конечно, попал под снос Принаваса. Обычная панельная пятиэтажка, ее сюда вот, как говорится, присоединили к этому кирпичному зданию, которое, видно, раньше было построено. И вот эта вот панельная пятиэтажка была построена в 1661 году, и ее тоже на углу с Рапаковским переулком. Тут вот Рапаковский прям за ней, за этой пятиэтажкой отходит. Вот, и ее тоже, естественно, она ее будет сносить, причем тоже в первую очередь, то есть до 2024 года. В первую очередь сноса. А вот этот жилой комплекс вот за этими научно-исследовательскими институтами, это называется резиденция архитекторов. Новостройка, пока еще это строительство, пока еще комплекс не сдан, но уже находится в высокой стадии готовности. В этом году, судя по всему, конечно, будут сдавать. Здесь раньше находился маловаренный завод Шлихтера, еще дореволюционный, но потом в советское время продолжил работать. А также еще находился и ткацкий отделочный комбинат на этом месте. Ну и вот, видите, теперь, соответственно, построили резиденцию архитекторов. Естественно, коммерческий комплекс, он никакого отношения к реновации не имеет. И вот он находится как раз между набережной Яузы и вот этой вот Большой почтовой улицы в конце. Тальше там были еще заводы. Завод деревообрабатывающих станков, а также завод номер 9. Туда дальше, ближе к Бакунинской улице, ну между Большой почтовой, собственно, рекой Яузы. На реке Яузе они находились еще тоже с давних времен. Вот, ну и туда вот дальше, вот. Ну и они тоже давно уже не работают. Ну и пока там, вот видите, стоят строения. Это в глубине тоже. Ну, потихонечку, я думаю, тоже будут застраивать все это, будут сносить, скорее всего, и застраивать уже тоже такими же новыми многоэтажками коммерческими. Вот это Рапфаковский переулок, как раз. Ну и давайте еще, вот, резидентский архитектор, новостройка, да. И посмотрим еще раз вот этот, получше, вот этот вот панельный дом по Большой почтовой 61-67. Панельная пятиэтажка, 61-го года постройки. Скоро ее снесут в ближайшие годы, по крайней мере, по плану. Вот она прямо непосредственно лицом выходит на проезжую часть. Ну, видите, какой контраст. Вот эта пятиэтажка и вот это вот уже современные дома, резидентский архитектор. Да, и, кстати, здесь вот хотят строить дом по реновации, вот как раз вот где-то вот на этом пространстве. Так я не очень понимаю, сначала будут сносить этот дом, а потом построят дом по реновации, или прямо здесь его будут строить, вот непосредственно между Рапфаковским и вот этой Большой почтовой улицей. Не знаю пока, но хотят уже построить в 2022 году, поэтому в этот дом пока что-то о выселении ничего не говорят. Люди пока там живут, поэтому не знаю, как в итоге поступят. Но вот эта площадка здесь вот, там вот, между вот этими домами, которые в реновацию не попали, кстати. Ну вот. И вот под этим домом, 6167, который попал по сносу, вот здесь вот хотят по идее строить новый дом по реновации, одна из площадок по плану. Вот церковь, кстати, тоже. Одна из многих на Бакунинской улице. Она уже, значит, находится. Ну и вот мы, собственно, на Бакунинской улице, где несколько домов попало по реновации. Один из них находится как раз перед нами, вот этот красный дом, 77 в строении 3, четырехэтажное здание, 3126 года постройки. Вот этот дом, он попал под сносу реновации, причем именно под снос, да, не под реконструкцию. И причем в первую очередь сноса, то есть до 24-го года тоже должны его снести, то есть буквально в ближайшее время уже, в ближайшее время, ну не время, может быть, в ближайшие годы, можно сказать, в ближайшее время даже. Здесь вот летом небольшой скверик такой находится. Вот, ну а сейчас все, видите, заметено. Вот, так что, конечно, все открыто, и дом хорошо виден, потому что летом он просто утопает. В зелени его практически незаметно здесь. Вот, у нас он весь как бы теряется, ну а сейчас вот его хорошо видно. Вот, видите, затесался здесь вот тоже. Уже ближе к концу Бакунинской улицы, как раз вот такой старенький домик, практически столетней давности. Вот, это у нас Привиденовский переулок, и вот как раз здесь вот фактически на углу с Привиденовским переулком как раз и находится вот этот вот четырехэтажный дом, 7-7 в строении 3. Выделяющий своей краснотой. Ну он даже такой, знаете, красно-розовый получается цвет. Она, по-моему, уже не жилые здания, насколько я понимаю. Но вот этот дом еще жилой, вот его будут сносить. Просто. Видите, он такой как бы ступенчатый, да? Раз ступенька, два ступенька, три ступенька. Как бы трехступенчатый так. Ну оригинальный даже, с какими-то такими, немножко с повышениями как бы идет, да? Вот. Это бизнес-центр уже получается. Ну такой домик. Сейчас с другой стороны еще посмотрим. Ранне советская постройка. Вот такой вот домик. Здесь даже треть ступеньку не видно, она туда ушла. Ну здесь вот на перечении Бакунинской улицы Балакирская переулка. Вот видите, тоже будет новостройка, скорее всего, строится. Будет жилой дом. Здесь вот все снесли старое здание. И вот теперь тоже здесь будут строить. Вот Балакирский переулок. И вот, соответственно, там будут как раз строить. Вот на Бакунинской улице лицом. Очевидно будут выходить жилой комплекс здесь. Ну пока, видите, там будет большая разрушительная работа. Работают эскалаторы. Но, скорее всего, уже скоро стройка начнется. И потихоньку тоже, по возможности, будем следить за разведением событий на этой территории. Ну и чем ближе мы приближаемся к центру города, к третьему транспортному кольцу и к заднему, тем больше нам попадается старых строений, старых домов. В то же время дореволюционных. Здесь, скорее всего, будут все сносить. Видите, все сетки закрыли. Наверное, территорию. Вот это Балакирский переулок. Наверное, все это будут, скорее всего, сносить. И тоже тут строить дома. Раньше тут много было стадов. Там железная дорога проходит. Вот. И... Раньше тут, конечно, работа шли вовсю. Ну а теперь, видите, все заглохло. И, наверное, все будут сносить. Ну а нас интересует вот этот дом, который находится на углу вот этого Балакирского переулка. И новая Переведеновская переулка, которая вот там проходит. И здесь как раз, собственно, начинается. И вот этот вот дом нас интересует. Вот он, видите, на пересечении как раз находится. И имеет он, собственно, адрес дом 2, дробь 26 по... Ну, 2 по Балакиревскому. То есть тут Балакиревский начинается. А Новопереведеновский здесь заканчивается. То есть 26 по Переведеновскому. Фактически он выходит на Переведеновский переулок, своим фасадным туда вот, где как раз машина вот эта выехала. Ну, а числятся он по вот этому второму Балакиревскому переулку. Дом 2, дробь 26. И этот дом треволюционный. Я не увидел даже, когда он был построен. Точно, может, даже год постройки неизвестен. Но, скорее всего, где-нибудь в конце 19-го, начале 20-го века. Ну, так вот, судя по виду. Видите, он трехэтажный домик. Вот. И он попал под реконструкцию. То есть не под снос, а под реконструкцию. То есть, по идее, его должны реконструировать. Вот. Такое вот здание. Ну, скорее всего, какой-нибудь, наверное, может, заводской, может, скорее всего, общежитие, наверное, было в каких-нибудь там заводах, может, предприятиях, которые здесь довольно много находились. На Центросоюзном переулке, на Реведеновском. Ну, сейчас от них уже мало что осталось. Ну, также в реновацию попал вот этот дом. 49 строений, 4. Трехэтажный. Вот. Вот он попал как раз под реконструкцию причем. Кстати, тоже дом получается дореволюционный. Тоже не знаю, в каком году он был построен. По крайней мере, не удалось найти информацию. Какой-либо. Вот. И вот этот дом, он тоже попал в реновацию. У вас, у нас причем до 24-го года должны провести реконструкцию этого дома. Вот. 49 строений, 4. Получается, он даже четырехэтажный. Раз, два, три, четыре. Ну, сначала, если он был двухэтажный, да, видно. А потом, там, над карнизом еще два этажа. Она отстроилась в четырехэтажный. А за ним, кстати, идет вот двухэтажный дом. Тоже, кстати, вроде как жилой. Он в реновацию вообще не попал. Ни под снос, ни под реконструкцию. Только вот этот дом. Ну, и здесь, опять же, на Бакунецкой улице, но уже недалеко от метро Бауманская, в реновацию попал еще один жилой дом. Вот. Тоже старый. Дом 11, строение 3. Вот он как раз перед нами. Во всей красе, как говорится. И дом был, видите, как трехчетырехэтажный. То есть, три этажа и вот еще четвертый. Видно, потом надстроили. Ну, как-то так вот. Хотя, скорее всего, он был двухэтажный. Видно, по карнизу. Потом надстроили еще третий, а там еще и четвертый. Начало третий, а потом еще и четвертый добавили. Ну, вот так вот. До революции построили. И, соответственно, он попал, этот дом, под снос. Вот. И, соответственно, должны это сделать до 2028 года. То есть, вторая очередь, получается, с 25 по 2028 года. А вот там, видите, здесь строительство комплекса жилого нового. На месте снесенной Бауманской АТС. Бауманский телефонный узел, бывший 20-х годов, еще построенный на селе конструктивизма. Там жилой комплекс Татлин называется. Вот, видите, такой стекленный, многоэтажный. Ну, это, наверное, апартаменты, скорее всего. И вот, видите, по контрасту, как смотрится, вот этот старый еще древолюционный жилой дом, который скоро снесут. Ну, может, не так скоро, но, наверное, может, лет через 5 где-то. Ну, вот этот жилой комплекс Татлин. Вот. Видно, чей знаменитый архитектор еще, значит, советского времени, начало советского времени. Ну, вот он, как смотрится, с другой стороны улицы. Здесь вот как раз была Бауманская АТС. Ну, и, судя по всему, часть вот этой АТС как раз Бауманская, она вошла в состав этого нового здания. Как-то так вот сделали, объединили, да, как Татлин объединял разные свои конструкции, так и здесь так же сделали. Ну, еще два дома по Бакунинской улице попали в реновацию. Здесь вот в начале улицы, рядом с метро Бауманская, дом 10-11 строений, один этот дом попал трехэтажный. Тоже древолюционный, очевидно, был построен в конце 19-го, начале 20-го, или начале 20-го века, где-то так вот. Ну, вот он, все, 11 квартир здесь, и вот этот дом, он тоже был в реновации, но в третью очередь, видите, он кирпичный и покрашенный. 10-12 строений, один. Вот. То есть, через 10 лет его примерно снесут, но если так по плану. Ну, и там еще вот на возвышенности, вон он стоит, совсем уже, еще ближе к метро Бауманская, еще домик. На сей раз уже пятиэтажный, и построенный в советское время, попозже. Вот это у нас, вот еще раз, 10-12 строений, один, смотрим, с другой стороны, такой вот домик симпатичный. И дальше, там вот на высоте, у нас стоит дом 4-6, 436. Там три дома стоят, но в реновации попал только вот этот дом. Вот он, 4-6. Вот он, 4-6, строений, один. Вот этот дом попал, 1335-го года постройки. И то под реконструкцию. То есть, этот дом вроде попал под снос, это революционный, а вот этот под реконструкцию. А вот эти еще два дома, которые за ним идут, то есть, только вот этот дом попал. А этот вот 4-6, строений, два, и дальше три, которые еще ближе к метро находятся, они не попали. Хотя они тоже в те же годы были построены. Вот, но только вот этот вот попал. А дальше вот те дома, они не попали. А та там уже вести бюлю метро, и, соответственно, Бауманская улица находится. Этот тоже не попал. Ну, надо заодно посмотрим, но имеем в виду, что они не попали. На сегодняшний день именно в реновацию. Только один тот дом. 4-6, строений, и то под реконструкцию. И вот проход к метро. Так, ну, а здесь мы уже были. Это вот Бауманская улица, и здесь от нее отходит посланник переулок. Вот, на перечении с посланником переулка. И мы видели там один дом, посланник переулки, который попал, трехэтажный, дореволюционный, который попал тоже в реновацию под реконструкцию. Но ее будут делать, скорее всего, где-то лет через 10, еще не скоро. А здесь мы потом видели, как работы по строительству реновационного дома уже только начинались. Это где-то полтора года назад мы были здесь. Ну, и вот, работают тут довольно долго. Здесь строится дом на месте Бауманского рынка, который сначала крыша у него упала, потом ее снесли, потом тут была автостоянка довольно долго, лет 10 где-то. Ну, и вот, видите, строится, по сути, два дома под номером 47, вот на перечении Бауманской улицы и вот. Любители Москвы. Я сейчас нахожусь на Бауманской улице, недалеко от метро Бауманской, в Османном районе. И вот здесь, сейчас вот здесь слева отходит посланник переулок. И вот мы видим, что тут началось в этом году довольно крупное жилищное строительство. Вот видим, уже вырастает постепенно дом на огороженной территории. Вообще, эта территория, кажется, сейчас какое-то несколько странное, да, вот практически в морской центре города, да. И, в принципе, здесь она долгое время была не застроенной, здесь была автостоянка. И кажется, что вот этот кусок большой, да, вот этот посланник переулок, там Старокирочный переулок вот параллельно проходит вот на той стороне. И вот это Бауманская улица как раз делает, автобус едет как раз, да. Вот, и кажется, что эта территория какая-то такой странный большой кусок, не застроенный. Но дело в том, что здесь в советское время находился Бауманский рынок. Вот, потом он был переименован Басманный рынок. Ну, в соответствии с районом здесь был Бауманский район в советское время. Ну, а потом, уже в 90-е годы он был переименован Басманный район. Ну, все-таки Бауман был революционером, поэтому решили переименовать. Вот, ну, а Бауманская улица и метро Бауманский оставили. Вот, и в 1907-1904 году здесь был построен этот Бауманский рынок. Большой такой комплекс, и он как раз вот эту территорию всю занимал. Вот, между этими двумя переулками, Посланниковым, Старокирочным и вот этой вот Бауманской улицей. Ну, когда-то здесь была, конечно, старая еще застройка, отчасти дореволюционная, там, вот эта, как и на большей части вот этой Бауманской улицы. Но в 1974 году построили рынок. И работал он до 2006 года. В 2006 году крыша этого рынка рухнула, ну, потому что, потому что не выдержал натиск снега, где-то в феврале, по-моему, это было. Ну, много снега тогда навалило мокрого, и вот крыша не выдержала и рухнула. Ну, и потом, через какое-то время, остатки этого рынка разобрали. И, соответственно, тут устроили автостоянку. Ну, по сути, было такое свободное пространство, чего тут только не было. Вот, и, ну, в основном, автостоянка, да, ну, разная. Там и перехватывающая стоянка, и просто стоянка, и платная, и бесплатная. Сначала она была огорожена, потом ограду сняли. Ну, в общем, так вот, и какое-то время, в 2015 году здесь была автобусная разворотная площадка на части территории находилась. Когда была закрыта станция метро Баумовская, вот это синие ветки. Ну, в общем, много чего было, ну, по сути, в основном, такие автостоянки вот находились. Ох. Ну, здесь вот подальше были гаражи, находились. Ну, по сути, тоже автостоянки, ну, в общем, тоже частично крытые были гаражи, еще, наверное, советских времен находились. Вот, ну, и такие вот разные автосервисы, вон там до сих пор находятся. Ну, и это, естественно, около гаражей, автостоянок. И автосервис такой, типа ангара, ну, когда-то, может, там, очевидно, был склад какой-то. Ну, а потом, соответственно, все переделали в автосервис. Также здесь же было предприятие Мототрер, ну, это, так, какое-то вот это предприятие для регистрационной, экзаменационной работы, для постановки учет автомобилей там и так далее. Площадка была, тоже вот на этой территории находился, вот, вот, Посланниковым переулком и вот там, Старо-Кирычным переулком параллельным. Ну, она, видите, даже, как бы, сейчас вроде находится, видите, Мототрер, ну, тоже вот она здесь, вот, вся территория, здесь автостоянка, дальше, что тут, Мототрер, вот, это автосервис автотехцентр, большой, видите, такой, синий ангар, это вот, типа, автосервисы. Ну, вроде, он пока еще, видите, работает на огороженном территории, ну, наверное, тоже его снесут, скорее всего, вопрос, когда это произойдет. Вот, еще здесь находилось, чуть вот подальше, за вот этим автосервисом находилось предприятие, ну, по механизации дорожных работ, ну, короче говоря, коммунальные службы, коммунальщики там сидели, всякие там поливальные машины, всякие уборочные машины и так далее, то есть, вот, все, что касается уборки. Называлось оно Басманное, ну, по району, вот, Басманному району, вот здесь вот оно находилось за вот этим вот автосервисом. Вот, ну, видите, автосалон там, химчистка, понятно. Вот. И, соответственно, ну, все, а дальше там уже, по сути, Волховский переулок, видите, переулочек небольшой, посланников, и вот там уже, вон, видны строения Волховского переулка. Ну, видите, до сих пор тут вот, здесь вот эта, раньше уборочная техника находилась, коммунальная служба, сейчас, вот, видите, стоянка находится у машин. Вот, а там вот, за вот этой стоянкой туда, ближе к старой кирычному переулку, примыкает бывшее предприятие МОСХИМ фармпрепараты имени Симашко. Оно тоже сейчас не работает, это предприятие, ну, когда-то вот работало еще, может, лет 5-10 назад что-то производили здесь. Ну, это как бы одно из подразделений. Раньше там вообще был алкалоидный завод изначально, там еще до революции он возник, ну, а потом, соответственно, он уже вошел в состав МОСХИМ фармпрепаратов. Там несколько объединений, так сказать, предприятия объединились, и вот вошли в эти химфармпрепараты. Там площадки этого предприятия, МОСХИМ фармпрепараты, она находится в нескольких точках Москвы, ну, в частности, вот, на околометро Таганское, там. Около улице Большие Камечки, Воронцовское. Также есть предприятие на площади Ильича, это там Гжельский переулок, и как раз вот это предприятие, оно перекрывает, собственно, сам Гжельский переулок. Вот, так что вот несколько точек, ну, и здесь вот одна из точек тоже была. Ну, сейчас это предприятие, я не знаю, его признали банкротом или нет, ну, вот, по крайней мере, с 2015 года идет процедура банкротства, это предприятие МОСХИМ фармпрепараты. Ну, и, скорее всего, его, наверное, признают банкротом. Вот, Сбербанк вам подал иск, ну, вроде. Вот, так что я к тому, что вот, да, здесь вот видите автострахование, ну, вот это все, что связано с мототрером, там, с постановки на учет. Вот это, здесь раньше кафе работало, а сейчас анти-кафе. Ну, оно по-разному называлось, там, сиеста одно из названий было, просто кафе, ну, в общем, разные названия, сейчас видите, анти-кафе. Ну, вот, так вот. Я к чему говорю, к тому, что вот эту всю территорию, да, вот отсюда, вот от посланника переулка и вот оттуда, до саркировки, ее полностью застроят, здесь все будет застроено жилыми домами. Вот, вся эта территория, ну, наверное, вот эта тоже, скорее всего, вот вся между, туда, до Волховского переулка, все застроят. И постепенно мы видим, что стройка уже началась. Вот, здесь вот тоже будет построен дом, это владение 18, вот как раз здесь находилось предприятие по механизации вот этих уборочных работ. Как-то так вот, басманная как раз, ну, вот уборочная техника стояла, сейчас пока тут автостоянка, но здесь будет построен дом, уже решено по реновации. Потому что в этом басманном районе будет снесено примерно два или три десятка жилых домов, ну, старых, в основном пятиэтажных, какие-то еще есть там вот дома. Вот, ну, не непосредственно здесь, а вот я имею в виду именно в районе. Ну, и, соответственно, нужно строить какую-то компенсацию, ну, и вот будут строить дома по реновации вот здесь тоже. Одна из площадок будет как раз вот здесь находиться, вот как раз посланник в переулку 17, и второй, альтернативный адрес, это вот Старокерочный переулок, дом 5. Вот, ну, и там тоже вот этот завод, наверное, Симашка, тоже будет сносить, он старый уже. Ну, и фактически не работает, там сейчас все в аренду сдается, ну, и все равно это, я думаю, прекратится в том или ином виде. И вот этот дом, под номером 9, сейчас я перейду, чтобы получше было видно. Вот этот дом. Да, этот ангар, я думаю, тоже снесут, конечно же, однозначно. Так вот, и вот этот дом, вот он, видите, трехэтажный. Вот этот дом, он был построен еще до революции 17-го года. Ну, где-то, например, в конце 19-го, начале 20-го веков, видите, в нем вроде как люди живут. Вот этот дом, он тоже попал в реновацию, то есть он, по сути, идет тоже под снос. Ну, видите, он в таком довольно тяжелом состоянии, вот там что-то облупилось. Я так, вроде, по одной информации его вроде как сносить, вроде как не должны, а как бы отреставрировать его, ну, реконструировать, да, то есть реконструкцию попал. Ну, поскольку он имеет такую историческую ценность. Это дом, по номерам 9, строение 2, по-моему, или строение 1, ну, в общем, строение 2, по-моему. Вот там вот еще церковь находится, но церковь не будут сносить вроде как, а вот это вот, ну, не дадут, наверное. А вот этот вот дом, он, по идее, попадает под снос. И вот на его месте тоже, наверное, скорее всего будут строить новые дома. И вот эта вот бывшая чулочно-насточная фабрика, вот эта Баумовская, она тоже, по идее, в общем, скорее всего, тоже будут сносить. Ну, потому что она уже не работает, это бывшая фабрика. Сейчас тут всякие офисы находятся, ну, видите, страхование, по номерам 5, там вот еще в глубине находится довольно много строений. Фабрика выпускала очень хорошие чулки, носки в советское время. Баумовская чулочно-насточная фабрика, вот. И работала она до 1998 года, ну, до конца 90-х годов, там она была переименована потом в 90-е годы, по-моему, называлась она Бауманец, вот такое название дали. Вот, ну и в результате вроде как что-то Антоша выпускал. Говорят, очень хорошие носки, чуть ли не до сих пор люди пользуются, ну, в общем, действительно, выпускали хорошую продукцию. Ну, и специально, конечно, ее обанкротили, ну, место слишком лакомое, и сделали здесь офисы, офисные, соответственно, помещения. Ну, и, скорее всего, я уже говорил, все это будут, наверное, тоже сносить. И вот это, так же не только здесь вот между меня переулками, но и здесь вот тоже по эту сторону, по славнику переулка тоже будет строительство новых домов. Вот так. Ну, пока тут вроде как все стоит. Какое-то тут предприятие. Каролина. Вот, Каролина инжиниринг. Ну, вот так. Вот, и видим, что уже вот началось строительство нового дома. Видите, там вот жилой дом. Уже так они продвинулись достаточно далеко. Строительство дома. Вот этой площадке, наверное, скорее всего, даже будет не один дом построен, а может быть даже и несколько домов. Вот. Ну, вот дом во все идет. Тоже вот при инновации строят его здесь. Прям вот фактически между Бауманской улицей и вот двумя переулками Посланниковым и Старо-Кирочным. Ну, вот он прям вырастает у нас. Там он тоже какой-то построили. И вот этот дом прям буквально на глазах уже вырастает. Его начали строить в этом году, где-то весной этого года. Ну, и вот уже во всю процесс этот идет постройки. И дальше, очевидно, будет только продолжаться. Ну, и вот. Ну, вот видите, там прям вот дом строится, доползает прям в этажи, так что строительство идет вовсю. Ну, тут все огорожено. Ну, давайте попробуем войти, может быть, можно немножко поближе чуть-чуть. Ну, вот видите, такая вот фирменная табличка, реновация, так что вот это все, как обычно, строительство дома. Ну, вот так что, видите, облик этой улицы, этого района меняется тоже, и дальше будет, естественно, только меняться, еще и еще больше. Ну, посланников, а там Старокирочный, вот между Старокирочным, Посланником и вот этой Балмурской улице, ну, по Балмурской будет числиться, ну, в 47. Вот идет строительство двух домов десятиэтажных, вот, по реновации. Вот, начали строить где-то в 19-м году примерно, но и хотят закончить в 22-м. Видите, пока еще работы во все идут, в этом году не обещают сдавать, только в следующем году, в 22-м. Довольно долго идет процесс, и там хотят еще строить дом по реновации, я тоже об этом говорил, на месте, там, Балмурского, какого-то объединения механизированных работ, там, как раз вот перед вот этой трехэтажкой, которая попала под снос. Ну, там пока работа не начата еще, это четвертая точка, то есть здесь вот уже реновационные дома все строятся на Балмурской улице, вот, единственное пока. Ну, на Бакунинской дом 60 там оградили пока площадку, и тут мундаментная работа, вторая точка, вторая площадка при реновации. Ну, а две точки там, вот, ну, а на двух точках работы пока еще вообще не начинались, как раз вот здесь вот там вот, на Посланниковом переулке. Ну, и, соответственно, я показывал вот на конце Большого почтового, там, около дома 61-67 на перечении с Рафаковским переулком. Ну, здесь вот дома уже строятся, вот первые дома будут при реновации в этом Басманном районе. Ну, а вот как эти дома смотрят со стороны вот этого Старокирочного переулка, вот эти два реновационных дома по вот этой вот Балмурской улице 47. Там пока две секции, может быть, дальше будут еще секции, вроде даже еще ожидается. Возможно, туда дальше продолжат, может быть, и МОСХИМ фармпрепараты тоже будут застраивать потом в дальнейшем. Посмотрим. Пойдем теперь сюда, в Аптекарский переулок. Вот в Аптекарском вот этом переулке один дом, вот этот вот, восьмой, попал в реновацию под реконструкцию. Трехэтажный видим дом, кирпич наштукатуренный, даже с трубой, собственно, очень раньше сам оттапливался. Ну, и, соответственно, он вообще-то в основе советореволюционный, то есть построен был либо в конце 19-го, либо в начале 20-го веков, но он был реконструирован еще в советское время, в 1955-м году. Ну, и снова он попал в реконструкцию уже во вторую очередь, то есть с 1925-го по 1928-го года. Видите, такой маленький трехэтажный домик, вооружение вот этих уже больших домов, но не все тут большие дома. Есть вот по этой стороне и в том, что и пятиэтажки. Вот, этот дом только попал, которые в реновацию не попали. Ну, например, пятиэтажка 13-15, туда вот, вон она стоит, вытянута, вот эти дома тоже. Вот они все в реновацию не попали, хотя они до пятиэтажей, но вот те-то понятно, а вот эти тоже не попали. Только вот этот вот один домик, такой розовенький, трехэтажный. Так, и на дом, вот эта Доброслободская улица, три жилых дома попали в реновацию. Вот это здание, судя по всему, будут сносить, дом 9, друг 2. И попали три дома. Вот это дом 11-13, трехэтажный дом, построенный в 1957-м году. Дом 10, строение 4. Вот по другой стороне этой улицы, 10, строение 4. Причем этот дом, он вроде как даже 18-го века, конца 18-го века, трехэтажный дом, видите, 1786-го года. Все на 9 квартир, и он попал в реконструкцию. Это один из немногих домов 18-го века, вот в Москве. Ну, может, потом он тоже перестраивался, но в итоге в основе своего конца 18-го века. Вот тоже он попал. А следующий дом 4-хэтажный, он не попал, 10, строение. Три, и тот тоже. То есть только вот этот трехэтажный попал. И вот этот вот, да, тоже трехэтажный, это уже советский дом, как я уже сказал, 11-13. Вот, 1957-го года постройки. Вот со стороны двора. Вот этот дом у нас, соответственно, и 10, строение 5. Еще в глубине находится дом, но это уже такой вот всесоветский дом получается. Вот он у нас дом, 10, строение 5. Вот он, видите, 5-этажка. Вот, 5-этажный дом. Построенный он был в 1955-м году. Ну вот, собственно, 10, строение 5, и вот этот дом. И, собственно, вот эти дома, они попали в реновацию. Так, вот этот дом у нас тоже. Заник, конечно, видите, тоже в каком-то виде. Я, конечно, пожар был какой-то. То есть, наверное, оба дома будут либо реконструировать, либо сносить. То есть 10, строение 3, 10, строение 4, 10, строение 3. Вот эти оба вот эти дома. Трехэтажные, вот этот 4-этажный. Ну, это явно уже не жилой, а тот, вроде, пока еще жилой. Ну, его как раз и хотят вот реконструировать. Вот такая вот ситуация. Ну, и еще один дом попал. Видите, два дома, кирпичный и панельный. Из них один, оба 5-этажных. Из них один попал в реновацию, а другой не попал. Ну, как говорится, угадайте, какой попал. Конечно же, панельный. А кирпичный не попал. Вот, только тот 16 корпус 3 панельный дом. 66-го года постройки вот на этой Доброслободской улице. Так они друг за другом идут. Ну, постройки построены они были в одно время. Оба советских дома, но, поскольку это кирпичный, видно, люди не захотели отсюда переезжать. А он еще, кстати, один кирпичный. Тоже не попал в реновацию, видите, как. Вот так вот. По-моему, 16 корпус 2. А это, наверное, корпус 1. А попал только 16 корпус 3, потому что он панельный. Вот так вот. Ну, на всякий случай, можно посмотреть, конечно. Вот он и кирпичный дом, потому что кто его знает. Что там будет, чтобы иметь представление. Тот дом, первичный и этот дом. Вот. Ну, а попал, еще раз повторюсь, подснос, реновация. Тоже вторая очередь. Это 16 корпус 3. Тоже выходит он непосредственно в проезжую часть. Напомню, дом панельный. И построен в 66-м году. Вот он. Желтенький такой домик. Такой вот домик. Ну, обычный стандартный панельный дом советский. Ничего примечать, но в нем, конечно, нет. Сейчас остальные двора еще посмотрим. Ну, вот такой дворик между этими домами, тремя пятиэтажками. Ну, в реновацию пропал только вот этот дом. Вот, пожалуйста. 16 корпус 3. Рядом он выше старой усадьбы. Древолюционно. Ну, и осталось нам посмотреть на две панельные пятиэтажки, которые попали в реновацию, но постнулось, конечно же, в этом басманном районе. Но они уже, собственно, в отличие от многих других домов, которые мы видели, ничем не примечательны. Вот одна из них. Они даже были построены в один год. Две панельные пятиэтажки в 1661 году. Вот одна из пятиэтажек. Она непосредственно выходит на набережную Академика Туполева, реки Яуза, конечно же. Вот она, река Яуза, нас сопровождает, в общем-то, почти постоянно здесь, в Османном районе. Вот она, эта пятиэтажка. И числит, собственно, по этой набережной. Дом 1, дробь 7, строение 2. Панельная пятиэтажка, 1661 года постройки. Ну, и вторая стоит уже на Сарамятническом проезде, вот там чуть-чуть подальше. Сейчас увидим эту пятиэтажку. И она тоже панельная, тоже 61-го года постройки. Ну, вот эту посмотрим и ту, которая там подальше находится. Вернее, не подальше, а как бы угол с ней образует. Вот она. Ну, и она, соответственно, уже числится по Сарамятническому проезду. Дом 7, дробь 14. Итак, вот эта пятиэтажка. Пожалуйста. 1, дробь 7, строение 2. Вот та, и эта, соответственно, еще раз повторюсь, уже выходит лицом непосредственно проезжая часть Сарамятнического проезда. Вот она. Ну, и она, вроде как, немножко подлиннее, мне кажется, чем вот эта. Ну, такая чуть-чуть желтоватая. Немножко такого желтоватенького цвета. Да, такая. Ну, тоже они немножко чуть по-другому. Другой оттенок желтого, но они так в целом похожи. Вот это еще одна пятиэтажка. Естественно, они тоже попали под снос. Но это вторая очередь преимущественно. 25-28 года. Так что еще подождут жители, если ждет. Ну, а вот эти дома, кстати, старые. Вот этот, в том числе, вот этот дом очень красивый. Еще ранний советский дом. Вот, они в реновации не попали. Ну, как и многие другие дома в этом районе. Так, дом 7-14 по Сарамятническому проезду. И еще раз дом 1-7, строение 2 по набережной Академики Туполева. Ну, вот как раз здесь и Сарамятнический проезд. Сейчас еще посмотрим, как этот дом выглядит в странной проезжей части. Она как раз, это Сарамятнический проезд, он выходит на набережную Ялзы. Вот, пожалуйста, как он выглядит со стороны. Вот это вот проезжей части. Так, тут как-то не пройдешь. Снега навалило, конечно, везде. Здесь получше будет видно. Вот здесь хорошо видно. Да. Ну, и все, собственно говоря. На этом заканчиваю я видеообзор реновации и в Басманном округе, и вместе с этим и вообще в Центральном округе Москвы. Все, все районы мы посмотрели в Центральном округе. И таким образом мы посмотрели реновацию уже в Северном, в Северо-Западном, в Северо-Восточном, в Южном и Центральном округах Москвы. Все, во всех районах этих округов мы уже посмотрели реновацию. Продолжение следует...